Любовь вдохновляет нас, она побуждает нас дарить, выражать себя, служить, заботиться друг о друге, быть добрыми друг к другу, слушать с состраданием и пониманием. Любовь действительно заставляет нас творить, мы становимся творческими в этом состоянии. Как я уже говорил, изменение энергии приводит к изменению вашей жизни. Когда это происходит со мной, мое сердце словно зажигается, это не физическое ощущение, а скорее внутреннее переживание. И вот странное. Каждый раз, когда это происходит, мое сердце ощущается живым, словно это ощущение длится дни, эмоции от этого переживания держатся долго. Я просто испытываю радость, у меня на лице появляется улыбка, я так счастлив быть живым. Подпись квантового поля – это еще больше единства и целостности. Подумайте, когда мы живем в стрессе, мы живем в разделении, потому что наши чувства обманывают нас, заставляя верить, что вы там, а я здесь, и все отделено от нас. Это реальность трех измерений. Но как только вы начинаете открывать центр, внезапно, когда вы становитесь никем, ничем, нигде и никогда, вот тогда ваше сознание выстраивается в соответствии с сознанием поля. Именно тогда вы находитесь в полном настоящем моменте. Вот в чем дело, если я смогу убедить людей в том, что отсутствие видимости чего-то не означает, что это не существует, их можно попросту побудить соединиться с этой идеей и обратить внимание на данное поле, оставаться присутствующими с ним и становиться более осведомленными о нем. Момент за моментом, каждое взаимодействие с этим невидимым полем, каждый опыт закладывает эти цепи в их мозге для того, чтобы они могли воспринимать больше из этого. Вдохновение — это изменение энергии. И если вы не меняете свою энергию, если остаетесь в том же состоянии, то логично, что ваша жизнь остается такой же. Поэтому, если вы сможете стать вдохновленными и поднять свою энергию, вы начнете замечать вещи, о которых раньше не задумывались. Почему? Потому что энергия заставляет нас осознавать то, что нам раньше было незнакомо. Другими словами, вы меняете свою частоту, и у вас появляется больше доступа к информации. В этом и заключается суть. Поэтому, если каждый день оставаться на одном уровне энергии, то вы не заметите возможностей, вы не сможете создавать что-то новое. Если вы остаетесь на том же уровне энергии, то вы не сможете увидеть никаких возможностей, чтобы вдохновиться любовью, этой вдохновленной энергией. С помощью которой вы сможете начать осознавать возможности, о которых раньше не задумывались. Теперь энергия или энергия в движении – это эмоции. И если мы живем по тем же эмоциям каждый день и не меняем себя, и происходит движение, или мы находимся в творческом состоянии, но мы остаемся в тех же чувствах, в тех же привычных эмоциях, то мы не можем увидеть никаких возможностей, потому что мы смотрим сквозь призму какого-либо прошлого опыта. И мы видим только то же самое. Итак, вдохновение – это движение энергии. Вдохновение – это вдохновлять в духе. Это становится больше энергией и в меньшей степени материей. И тогда следующий вопрос – кто вас вдохновляет? И что именно в них вас вдохновляет на личном уровне? О чем в будущем вы можете вдохновиться? И можете ли вы использовать определенных людей и определенные вещи в своей жизни, чтобы изменить свою энергию? Я хочу, чтобы вы в первую очередь подумали о человеке в вашей жизни, который действительно вас вдохновляет. Но я не хочу, чтобы вы просто подумали об этом и забыли. Я хочу, чтобы вы задумались о качествах и чертах этого человека, которые он демонстрирует, и которыми вы бы хотели обладать. Я лично вдохновляюсь людьми, выступающими на сцене в нашем сообществе, которые объясняют свое выздоровление от начала до конца. Для меня они триумфаторы. Они – герои. Люди, которые находятся в состоянии гармонии, прикладывают все усилия и отдают всю свою любовь другому человеку, погружаясь и поглощая эту энергию. Я вдохновляюсь ими, наблюдая, как люди выполняют ходьбу-медитацию с искренностью и такой страстью. Когда я смотрю на график активности мозга в задней части комнаты и вижу, как человек погружается в измененное состояние, я понимаю и я вижу, что с ним происходит. Это вдохновляет меня, и я хочу пережить это сам. Я хочу больше таких моментов. Я наблюдаю, как люди делают дыхательные упражнения, и это довольно интересно, потому что некоторые люди, когда они вдохновляются, выполняя дыхательные упражнения. Вдохновение, движение, энергии, музыка – все это вдохновляет их, и процесс становится менее механическим. Он перестает быть просто техникой. Они не пытаются шаг за шагом добиться чего-то. Вдохновение, движение энергии уже происходит. Их тело уже знает, что делать в процессе передачи энергии. Эти люди – мои герои, они вдохновляют меня. Когда я сажусь делать работу или мечтать или создавать что-то, я думаю о вас. Я думаю о нашем сообществе и о многих прекрасных душах, которые действительно воплощают эту работу. Когда вы определите этого человека следующее, что я хочу, чтобы вы сделали, это я хочу, чтобы вы очень ясно поняли, какие именно специфические качества в нем вас привлекают и вдохновляют. Все, что я хочу, чтобы вы сделали, это уделили немного времени и закрыли глаза. После размышлений о том, что именно в нем или в ней вас вдохновляет, когда начнется медитация, и я спрошу вас, что или кто вас вдохновляет, я хочу, чтобы вы использовали это для поднятия своей энергии, чтобы начать видеть возможности, которые вы никогда раньше не видели, и начать творить на другом уровне энергии. Таким образом, если вы продолжаете практиковать это, то вам нужно поддерживать этот измененный уровень сознания и тела весь день. И это просто практика. По мере того, как вы это делаете и начинаете видеть все удивительные вещи, происходящие вокруг, вы не думаете, сегодня мне нужно создать свою жизнь. Вы думаете по-другому, мне нужно идти, потому что я не хочу, чтобы волшебство прекратилось. Я просто делаю это, потому что я люблю эти безумные, магические, такие замечательные вещи, которые происходят, на которые я никогда не рассчитывал в своей жизни. И люди начинают это постигать, и они приходят по разным причинам. Кто-то хочет денег, кто-то хочет помочь другим. Но дело не в деньгах, не в здоровье, не в новых отношениях, и даже не в мистическом моменте. Дело в том, кем вы становитесь в процессе, потому что преодолевая все эти ограничения, чтобы стать кем-то другим, вы меняетесь, и никто не сможет этого у вас отнять.